Рекламно-информационная программа Генеральный партнер программы Компания Движение Нефтепродукт Трофей Рыбалка Вечер добрый на часах 20 часов и 3 минуты Это программа Трофей Рыбалка Генеральный наш партнер Движение Нефтепродукт А наш девиз без движения нет У Женя, который полностью, надеюсь, Разделяет профессиональный рыболов Эксперт компании Арсенал на Комсомольской 8 Василий Мамонов Да, друзья, добрый вечер Как раз до начала нашего разговора в эфире Василий спросил, ну что, как там рыболовы чувствуют Дыхание мартовских дней Это же как раз тот период, когда Не только природа Оживает И рыба, и рыбаки тоже оживают Впереди у нас целый час По традиции до 9 мы будем говорить О рыбалке В процессе передачи зададим вопрос вам Уважаемые слушатели, напоминаю номер Для ответов, отвечать можно В виде смс 8 909 720 101 и 0 Сегодня мы внедрим новшество В нашу беседу Я буду онлайн принимать смски Когда вопрос прозвучит от Василия И мы сразу же попытаемся набрать Нашего победителя Пообщаться с ним Так что вы, когда смс-ку отправите Вы потом еще и трубку не забудьте взять Когда мы будем звонить Ну побеждает у нас тот, кто первым Правильно отвечает на вопрос И вопрос мы сегодня договорились задать Не в конце передачи, как это обычно бывает А примерно где-то до середины часа И запросик будет такой Не забудем Простой Не забудем Ну мы правильно начали о том, что весна Не за горами И в том числе Символом активности Рыбацкой Становятся всевозможные турниры Да? Конечно Вот о них мы сегодня и поговорим Мы сегодня поговорим О турнире, который В нашем регионе Проходит уже не первый раз Уже там на протяжении Ну вот для меня там Например в том году Он был пятый юбилейный Да, турнир В этом году он будет уже шестой Это трофей и вятки Я к этому турниру, скажем так Имею непосредственное отношение Ну что же скрывается? Василий, один из организаторов Ну да, во-первых Я главный судья Во-вторых организатор Ну в-третьих Там немножко похвастаюсь Да, в принципе Я и придумал этот турнир Написал правила Я и придумал И мы все это реализовали Я и рыбачу Да Я и побеждаю Мы же все вот так вот Любим рыбалку Да, кстати Всех поздравляем с праздником Сегодня же у нас Праздник для всех Любящих, влюбленных В рыбалках В рыбалку В рыбалку То есть каждый Отмечает там по-своему Это во-первых Во-вторых Сегодня Если мне не изменяет память Праздник Какого-то там святого Покровителя Рыбаков И охотников На самом деле Вот в этот же день Вдвойне значимо Поздравляем Сегодня для нас Тоже в определенной мере праздник Сегодня мы поговорим О турнире На этот год уже Мы на самом деле Даже определили даты То есть они известны В этом году у нас Турнир пройдет С 26 по 28 июля Будет он проходить На реке Вятке Точно так же Это у нас же Трофеи Вятки Вот Соответственно Будет проходить На реке Вятка В одном, наверное Из самых живописных мест Это село Петропавловское Пансионат Наследие То есть вот наша Гостеприимная база Которая нас принимает Уже два года Да В этом году будет Третий Соответственно Вот здесь вот На берегу Мы все И будем проводить Это действо Для тех Кто впервые Слышит это название Все-таки Давай поточнее Что это за район Конкретное место Как туда добраться Это советский район То есть мы едем До города Советск В него въезжаем И Очень простой ориентир Вот первый светофор В который мы упремся Вот нужно Слушай, вдруг какой-то Еще там местной власти поставили Там нет уже Не появилось еще одного То есть там нужно будет Повернуть налево И теоретически Ехать до берега реки Ну то есть мы упремся Там на самом деле Свернуть куда-либо Там потеряться Ну достаточно сложно Вот это во-первых Во-вторых Ну у каждого жителя Советска Можно вот прямо остановиться И сказать А как мне проехать Пансионат Наследие Да Покажут путь Будете в Советске Не забудьте заехать На заправку движения Чтобы Ну да Быть во всеоружии И бензин Чтобы полный баг Соответственно Покажут путь Как туда проехать Что к чему Значит Немножко Сегодня поговорим О правилах Да Турнира Немножко Возможно я дам Какие-то советы Тем кто хочет Только Приобщиться к этому Да Только-только Начать участвовать Кто новичком Кто поедет Вот И сразу хочу сказать Что Ну ни в коем случае Не нужно бояться Вот Очень часто я слышу Там пишут Мне там кто-то звонят Там приходят Где-то вот общаемся Да Говорят там Ну вот я приеду А вдруг я не выиграю А вдруг я проиграю Там или еще что-то Ну на самом деле Для этого и существует соревнование Там всегда есть победитель И всегда есть проигравший Правильно Тот кто проиграл Ну значит там Любые соревнования Они выигрываются И проигрываются На тренировках Да Кто-то плохо потренировался Подготовился неправильно Сделал какие-то ошибки И на самом деле Поражение Это оно всегда Нормального спортсмена Да Там участвуют Мы всегда ведь называем Рыболовы спортсмены Она всегда подстегивает К тому чтобы в следующем году Вот собрать вот эту всю вот Злость да Свою спортивную Выплеснуть ее там На противников Выиграть в конце концов Эти соревнования У нас есть этому Яркие примеры У нас есть там команда Которая на протяжении Двух лет там Первых выступала Относительно посредственно Но они сделали работу Над ошибками И в третий год Они взяли и выиграли И взяли первое место Утерли нос там Всем матерым рыболовам Все было здорово И классно Но прости что произнесу Эту избитую фразу Главное ведь не победа Конечно А главное участие Общение с природой С рекой Общение с природой Общение с единомышленниками Вот И самое это главное Здесь именно Общение с единомышленниками Вот наш турнир Он отличается чем То есть у нас Помимо вот этой Вот спортивной составляющей Которая Безусловно присутствует Да Там хорошие призы Там Отличные спонсоры И все оставшееся Мы все таки Расцениваем это мероприятие Как Рыболовный фестиваль Да На который стоит приехать Там с семьей С детьми Да Мы проводим Помимо там Взрослого Скажем так Вот этого Турнира Да У нас есть детский конкурс Где пожалуйста Там дети Возрастом до 10 лет Да Могут абсолютно спокойно Поучаствовать И они там реально Ловят рыбу Получают призы Там с мамами Конкурс то да Мы уточним Рыболовный Рыболовный Конечно Они ловят рыбку Вот И это очень здорово Это приобщает Детей К природе Да Им нравится рыбалка Они там просто У них глаза блестят Горят Это на самом деле Очень классно Вот И мы расцениваем Все равно это мероприятие Как именно такой Семейный праздник К нам очень часто Сейчас начинают приезжать Именно вот с семьями Да Там с детьми С женами То есть у нас есть Хорошая досуговая часть То что касается Именно вот отдыха На природе И вот я в самом начале Передачи уже сказал Что там красивейшие места Это действительно так Там отличная река И в этом году Вот мы выбрали Время проведения турнира Чуть-чуть пораньше Обычно он у нас всегда Проходил там Август Августе да Средина августа да Там первые турниры Даже где-то были ближе К концу Мы выбрали июль По одной простой причине Погода Как правило В июле достаточно теплая Вода еще теплая Можно там будет купаться Загорать Отдыхать Это все здорово Я смотрю Как раз в календаре Это будут как раз Последние выходные Последние июля месяца Последние июля месяца Обычно в это время В наших широтах Погода такая Солнечная Теплая Хорошая Самый разгар Пляжного сезона Поэтому мы на это Ориентировались Здесь После того Как мы Скажем так Вот эти даты Отгласили Опять же Мне там Начали некоторые Товарищи Рыболовы Писать Что ну вот же Июль на рыбу Плюнь Не клюет Вода теплая Рыба Друзья Честно скажу По собственному опыту Наверное Все трофейные рыбы Которые у меня были пойманы То что касается Судака Например Навятки Они все были пойманы В июле В самую жару Просто ситуация такая Что в этот момент Рыба Придерживается Нестандартных мест Это вот как раз Первая подсказка Тем кто поедет К нам на турнир И дай бог У нас будет Теплая хорошая погода Не нужно Лезть в ямы Пытаться ловить Там каким-то джигом Да там Залазить на большую глубину Да То есть Почему Потому что Есть такое понятие Термоклин Вот Но у нас Так поподробнее Для людей не следующих Это расслоение слоев Это расслоение воды То есть Есть скажем так Термоклин Мертвые Мертвая зона Вода Особенно в стоячих водоемах Вот я говорю Что на реке Это не сильно критично Но где-то в заливах Это бывает То есть Снизу вода Остается холодной Сверху Остается очень теплой И вот четкая такая полоса И вот внизу Вот там Очень мало кислорода В воде Она холодная Ну относительно Верхнего слоя Да Но там мало кислорода Там нет живности И то есть Даже донные рыбы Которые живут на дне Они в этот момент Поднимаются оттуда Потому что им там Не очень комфортно И например Можно очень часто видеть Как тот же сон Например В жару Да Вот он поверх Вот так вот Аж как дельфин Там крутится Переворачивается Вроде бы Это та рыба Которая живет на дне Да Ну вот он выходит В верхние слои Абсолютно спокойно В деревнях И селах Кировской области Говорят мужики О рыба играет 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 Вот И на самом деле Июль Это вот как раз То время Когда максимально активно Рыба играет Она максимально активная Горячая вода Ее заставляет Менять Свою тактику поведения И места стоянок И на самом деле Это здорово Потому что здесь Может быть абсолютно Нестандартный подход К рыбалке Вот кто сможет Разгадать Найти ключик к этой рыбе Он обязательно будет С уловом Поверьте мне Там уловы Могут быть Супер Прям такие Что ого-го Почему Петропавловская Хорошо С этой точки зрения Да Безусловно Хотел спросить Про это местоположение Именно про этот Населенный пункт Чем вообще Примечателен В рыбацком смысле Вот там Достаточно много Именно Именно Перекатов А в жару Рыба как правило Выходит на эти Перекаты Вот как раз Моя подсказка Не нужно ловить В ямах Там где-то еще что-то То есть находим Перекат С достаточно быстрым Течением Там глубины Нам достаточно будет Там полтора Два Там три метра На этом перекате Должны быть Несколько условий То есть Перекат должен Выходить в глубокую яму Ну то есть Есть перекат И выход Переката И сразу глубина И сразу глубина То есть вот там По идее рыба живет Ну то есть вот тот же судак Или щука там крупная То есть они живут Где-то вот в этой глубине Но так как там мало кислорода И соответственно Практически нет еды Они оттуда Выходят на перекат И следующее условие На перекате Обязательно должны быть Вот такие вот барханы Да хорошо там будет Если дно какое-то там Твердое Камни какие-то лежат А это вот навятки Там в достатке То есть чтобы хищнику Было удобно стоять Чтобы его постоянно Там не дуло течением Чтобы он мог где-то спрятаться На перекате При этом контролировать Окружающую обстановку На перекате А Очень много кислорода в воде Потому что он быстро течет И наполняется кислородом Б Там несет Неимоверное количество корма Для хищника Плюс в том Что мелкая рыбка Не может справиться с течением И очень просто там скушать Да Ну то есть она становится Очень легким объектом Для хищника добычи Да Ему там не надо прикладывать Никаких усилий Достаточно там Выплыть из своего укрытия Открыть рот Сожрать ее И вернуться обратно Вот И там хищник может скапливаться В огромных количествах И самое главное Не все рыболовы знают Что там нужно ловить И как правило Прессинг в таких местах Очень такой Маленький По сравнению с теми же там Ямами И вот в июле там Реально едешь И смотришь Вот стоят упертые рыболовы На глубине там В 8 метров И хвощут И хвощут И хвощут И говорят Поклевок нет Ну друзья Чуть-чуть посмотрите Там почитайте Изучите Обратите внимание На перекаты Их теологию Станьте рыбой Ну да На несколько часов Думайте как рыба Думайте как рыба Где вам будет комфортно Вот здесь вот там Либо там где вас Вам будет хорошо Там простой корм Кислород И все оставшись Василий Прям в этом правиле Нет никаких исключений Практически нет Вообще невозможно Там вот на глубине Что-то выгодить Можно Можно Я думаю Что есть какой-то Глубоко ушедший В себя судак Который залег На дно Самое-то что интересно Щуку там еще Можно поймать Судака практически нет Да Ну вот реально Он меняет Свои места обитания Очень-очень здорово Именно вот В эти промежутки Потому что щука Она не так сильно Там привязана К донному рельефу Да Там она не всегда Стоит у дна То есть по идее Это такой пилогический Хищник Который может И в толще воды И поверху Там и у дна То есть ей Без разницы Вот она может Там четко сыграть Там встать В удобном Горизонте И находиться там Вот А судак Он все-таки Больше привержен Там к дну Каким-то там засадам Да Там каким-то корягам Еще чему-то Вот Но там нет корма Что ему там делать А щука и судак Это самые вот Яркие представители Рыбного сообщества В Петропавловском Что касается По ассортименту рыбы Может что-то еще Есть любопытное И дальше Как раз Вот наше Время проведения Турнира Оно очень Благоволит Любитель Ловли Так называемого Белого хищника То есть это Жерих Суда Ой Жерих Ясь Головль Их там Очень много Соответственно Перекатов Очень много Да И вот мы В одной из передач Говорили о ловле Воблерами На реке На течении На большой реке Это как раз То место Где стоит Вот применять Вот эту тактику Когда ты Полностью реализуешь Можно идти Сплавом И самое главное Что вот здесь Например Рыболовам Не обязательно Наличие Какого-то Супер Крутого Навороченного Эхолота Какого-то Огромного Катера Или еще что-то Здесь будет Достаточно Небольшой ПВ-холодки С моторчиком Каким-то Который поднимает На глистом Команду Из двух человек Все без проблем Мы сможем найти Места Пройти сплавом И на эти же Воблеры Поймать рыбу И например До этого Мы там Первые турниры Проводили В Криушах Да Вот это там Мека такая Ставшая Очень известным Место И там В основном Улов был Это вот суда К щука Там очень редко Был там жерех Да И практически Не было там Езя с головлем А после того Как начали проводить Петропавловский Там реально Вот белого хищника Стало достаточно много Это очень здорово Потому что Ну он Во-первых И вырастает Достаточно крупный А во-вторых Его очень интересно Ловить И в-третьих Это дает шанс Тем людям Которые там Ну по каким-то причинам Не хотят ловить джигом Либо там Не умеют Не в полной мере Там пользуются им Да Все пожалуйста У вас есть шанс Обыграть джиговиков На такой скажем Непрофильной Для них рыбе И без проблем Это сделать Ну давай конкретную Замануху озвучим Вот какого размера Там можно И белого хищника Люди Судака Были ли рекорды Я думаю Что обязательно Фиксируется Ну рекордов На самом деле Вот по белому хищнику Сильно не было У нас Принимается В принципе Вот хищная рыба Да Которая клюет на спиннинг Это спиннинговый турнир Окуня мы принимаем Любого размера Любого размера Судак у нас От 40 сантиметров Жерях От 35 Ну это такой Грамм 800 Ну середнячка Ясит 30 И голавля 25 Вот щука У нас От 50 сантиметров Потому что По правилам Спортивного рыболовства В Кировской области Щука 35 Ну вот Со всем карандашей И шнурков Нам принимать На взвешивание На самом деле Не очень хочется Поэтому мы сделали Исключение Из правил И щуку сделали Большего размера 50 сантиметров Это примерно Ну кило 200 Вот такая Да Ну плюс-минус Там может быть Если там бывает Что живет там На течении Она может весить Там и меньше килограмма Но будет очень вытянутая И длинная А вот такая Которая там Где-то около залива В заливах Она может быть Короткой Толстой Тяжелой Ну вот 50 сантиметров И измеряем мы рыбу От Рыла От носа До основания хвоста Не до конца хвоста А до основания До последней чешуйки Вот Соответственно Каждой команде Команда состоит Из двух человек Да Мы выдаем Линейку На которой Есть все размеры рыб В лобке Линейки сертифицированы Конечно Не разная шкала Нет Обязательно Вот У нас есть Точно такая же линейка Вот у меня У судьи Да И перед тем Как сдать рыбу Каждый участник Может подойти И вот на моей линейке Перемерить Может свою линейку Сравнить с моей Там да То есть У нас были такие случаи Что там А вот У вас там больше Я говорю Окей Несите вашу линейку Мы ее прикладываем Смотрим Что она полностью Калиброванная Она точно такая же Там ничем не отличается Сейчас очень важный момент Нужно озвучить Я знаю прекрасно Василий Что ты Пропагандируешь Бережное отношение Конечно К всему что над водой И в воде Все таки на взвешивание На контрольная рыба В каком виде Живой должна быть Что вы там решили Значит На данный момент Сделать турнир Полностью по живой рыбе Когда к зачету У нас принимается Только живая рыба К сожалению К большому И великому Пока мы этого Реализовать не можем По одной простой причине Но вы к этому движетесь Мы к этому движетесь Конечно По одной простой причине Но у нас В основном флот Такой маломерный И это сделать Достаточно трудно Ну вот чуть дальше Я расскажу Как сохранить рыбу На самом деле Мы говорим о том Что нужен какой-то Отдельный бокс Еще В плавсредстве Ничего сложного На самом деле В этом нет И люди сохраняют В маленьких ПВ-холодках Без проблем Это нормальная практика Даже на других соревнованиях Не возникает здесь вопросов Но тем не менее Мы ввели Повышающий коэффициент То есть он составляет 1 и 2 То есть соответственно Щука пойманная На килограмм весом Но сданная На взвешивание Живой Она будет Кило 200 Идти в зачет Значит опять же По правилам Спортивного рыболовства Которая у нас Не то что там В Российской Федерации А вообще всемирная Рыба считается Живой Которая хотя бы Малейшие признаки Жизни подает То есть она может Шевелить жабрами Тихонечко двигать Плавничком Открывать свое То есть открывать Ротик Да Там все То есть вот такая рыба Считается живой Но Как правило Судьба этой рыбы Вот если ее принесли Вот в таком состоянии Она как правило Плачевна Она не выживает В дальнейшем А поэтому С этого года Это вот как раз Новое нововведение Новое правило Которое мы придумали Ну как придумали Мы его решили Все-таки реализовать У нас Живой Будет считаться И идти в зачет Та рыба Которая после взвешивания Смогла уплыть Самостоятельно Вот уплыть Соответственно Пункт взвешивания В этом году Мы от главной сцены Перенесем Прямо на берег На берегу будут стоять Чтобы сократить время На пребывание воды В воздухе Да Вот соответственно У нас будут стоять Два больших бассейна Один будет стоять Непосредственно Около пункта взвешивания И один будет Большой бассейн В который каждый рыболов Будет отпускать свою рыбу То есть вот они подбегают Там на взвешивание Да Все И туда они их отпускают Соответственно У каждой рыбы Будет Каждая рыба На соревнованиях Она так или иначе У нас пломбируется То есть ей вставляется Пломба По поводу Тут можно поподробнее Как этой рыбе вставить Пломбу Ну Есть специальные Пластиковые пломбы Вот В какой лес Каждый рыболов Прокалываем нижнюю челюсть А Вот аккуратненько И туда ее вставляем Ни в коем случае Там через жабры За хвост Там или еще что-то Мы такого не делаем Вот Соответственно Вот такой прокол Он там Рыбе скажем так Наносит минимум Травмы Повреждений Да И после этого Пломбочка абсолютно Спокойно снимается Там рыбка уходит И ничего страшного Не произойдет Вот Соответственно Все участники Которые привезли На взвешивание рыбу Живой Они ее в этот бассейн Одновременно Все выпускают Вот Потом мы просто С очком Достаем рыбу Смотрим Что за маркер Номер пломбы Говорим Участники смотрят У себя уже в протоколе Там поднимают руку Говорит Это моя Все подходит Мы ее взвешиваем Нужно это для того Чтобы как раз сократить Время нахождения рыбы Там в какой-то маленькой Неудобной посудине Где мало воды Там Да Еще что-то То есть соответственно Будут В этом году Это будет так Слушай Так вот Если там Брать науку Науку о рыбах Сколько вообще Она может провести На свежем воздухе Это все зависит Конечно от конкретной рыбы Это зависит Во-первых От конкретной рыбы Это раз Во-вторых Это зависит От температурного режима В данный момент Да Который у нас Если очень жарко Там жара Прям рыба Вообще Уснет К сожалению Очень быстро Вот Это все зависит От того Когда этого Сохранялась рыба То есть Это немаловажный вопрос Вот как она сохранялась То есть Что было сделано Насколько серьезные повреждения Она получила В процессе вываживания Совершенно верно Да Но здесь же варианты Вот я еще раз Ну мы наверное Сегодня как раз Поговорим об этом Да Это еще один Такой Такая подсказка Для новичков Которые захотят участвовать Потому что Действительно Там сдав Хорошую крупную рыбу Живой Там можно Очень сильно Повысить свой Рейтинг Да Там в турнире На таблице И увеличить вес улова Поэтому Это на самом деле Важно И важно для нас Потому что нам очень хочется Чтобы рыбу отпускали Как можно больше И например Там в том году У нас на соревнованиях Ну процентов Наверное Ну больше 50 Я думаю Что процентов 60 Рыбы было живой И практически Вся она уплыла И благополучно Вы ее обратно Свои все вернули Да Вот там Единственное Что не нужно Вот так вот прийти Там и кинуть рыбу В воду Да То есть соответственно В этом году Все будет Немножко строже Это все будет Происходить Вот здесь На наших глазах Мы будем видеть И соответственно Участник Который взвесился И пошел С этой рыбы Отпускать С ним будет Идти судья Ну то есть вот Мои помощники Да там Судьи То есть они будут Идти туда И смотреть Там действительно Средить чтобы Резких движений Контролировать Факт того Что рыба уплыла Ничего себе Вы квест Для рыбы готовите Поймали Достали На берег принесли Взвесили Кинули в бассейн Ну это нормальная Щадящая практика Потому что Достали обратно Впечатлений Убудет у рыбы Говоря человеческим языком У нее будет впечатление Но она будет живая Вот это главное Потому что Раньше Когда проводили Там турниры Соревнования Там рейтинговые Какие-то Или еще что-то Когда вот реально Там несли горы Вот этой уснувшей Мертвой рыбы Но Я считаю Что это на самом деле Такое варварское Отношение к природе То есть вот Да мы провели соревнования Мы выяснили Что вот там Не знаю Там Петя Пупкин Лучший рыболов Он классно умеет Ловить окуня Но что делать С этими Десятью килограммами Которые он поймал Зачем То есть Эта рыба Могла там дальше жить И радовать поклевками Переходит за какие-то Мерки разумного Рамки разумного Вот Поэтому Сейчас например Там многие мировые Турниры Вообще проводятся Они там Не вес рыбы Не количество рыбы Длину Меряют Длину И потом складывают Сколько команда Поймала метров в день Реально Вот так Вот сейчас например Проходили Всемирные рыболовные игры На которые Наша команда Российской Федерации Там ездила Заняли они Восьмое место По-моему Там вчера второй тур Закончился Вот Это скажем так Олимпийские рыболовные игры Они проходили в ЮАР Вот И там вот такая Правила подсчета То есть они там Меряют размер Причем это все Фиксируется на камеру Вот У них там есть линейка И вот он поймал там Ага Там 20 сантиметров Плюс еще 40 сантиметров Там все А в конечном итоге Они потом приезжают Сдают там Вот эти Видео Всего тура Да И судьи там Смотрят в конечном итоге И протокол сдают И в протоколе будет указано Там Не количество Не веса Там будет указана Там команда из России Там поймала 14 метров рыбы Ну там да 14 метров Интересный подход Ну то есть вот такая И рыба Она вообще никуда не везется Она сразу же Бах Смерили Выпустили То есть ей наносится Минимум вреда Там все очень щадяще Здорово Интересно Вот Такие Неординарные правила Которые придумали Сделали Реализовали Я считаю Что они На сегодняшний момент Вообще Самые гуманные Потому что Рыбу мы там Не возим в каких-то ящиках Не пытаемся ее там Сохранить Или еще что-то Мы бам Смерили Выпустили Все поцеловали Может ее там Можно еще гуманей поступать Трофей Достал из воды Тут же быстро Его измерил Буквально 20-30 секунд И обратно Вот Это и делают Это и делают Конечно Они в лодке Вот хоп Смерили И сразу выпускают А как фиксируется Это фото Или что-то Или судья У каждого участника Точно так же На самом деле Как и у нас В турнире У каждого участника На голове На груди Где-то Находится видеокамера Которая пишет Не прерываясь Весь тур Все 8 часов То есть Например Проходит тур И все 8 часов Она пишет Соответственно Потом участник Сдает протокол И сдает там Эту кепочку Либо флешечку Судьи уже Отсматривают И соответственно На основании этого Уже там Да все Вот если видели Что да Ага Произошла поимка Вот они там На камеру ее Смерили Вот они ее Отпустили Вот там дальше Все Все без проблем Все нормально Регистрируются Пора задать вопрос Нашим слушателям Напоминаю номер Для ваших смс-ответов 8909-720-101-0 Программа выходит В прямом эфире Сразу же Увижу ваши смс-ки Сейчас Василий Озвучит вопрос И напоминаю Что мы сразу же Попытаемся Вызвонить Человеку Который правильно Разгадает это Итак вопрос Вопрос будет Вообще Самый-самый простой Мы об этом На самом деле Недавно Вот совсем На внимательность В общем вопрос На внимательность Да От какого размера Минимальный размер Щуки Который принимается К зачету В турнире Трофеи Вятки Минимальный размер Щуки Именно В рамках Турнира Трофеи Вятки 8909-720-101-0 За нами Не заржавеет Вернее За Василием Не заржавеет Первому Правильно Ответившему На этот вопрос Достанется Подарочный сертификат От Арсенала На Комсомольской 8 Пожалуйста Сейчас мы уходим На рекламу И скоро вернемся Генеральный партнер Программы Компания Движение Нефтепродукт Трофей Рыбалка Продолжается наш разговор С Василием Мамоновым Экспертом компании Арсенал Профессиональным рыболовом И мы говорим О турнире Очередном турнире Трофеи Вятки Который пройдет В этом году 26, 27 и 28 июля Там же В Петропавловском В Советском районе Да У нас есть еще полчаса Но чуть менее Вопросов еще масса Вот сейчас перейдем К требованиям К командам Да Все-таки нужно озвучить Эту информацию Основные условия И параллельно Наш звукорежиссер Денис Он набирает Автора Есть у нас Правильного ответа Правильный ответ Который поступил Самым первым Сейчас пообщаемся Денис нам даст знак И мы продолжим Но пока можем продолжать Значит Турнир командный Да То есть соответственно Команда состоит Из двух человек Находятся они в лодке Оснащенной мотором Соответственно Требования к лодке Мы Я думал Что вообще никаких требований нет Вот Мы не накладываем Никаких ограничений То есть эта лодка Может быть абсолютно любая Мотор может быть Абсолютно любой мощности То есть есть например Некоторые турниры В России Которые проходят Где например Там указывают Минимальный размер лодки Там например Три метра Три шестьдесят Если там касается Например ПВХ лодки И там мощность мотора Не знаю там Ставят от Десяти лошадиных сил Я просто При достижении Определенной мощности Там же документы должны быть Определенные Нет Насколько я понимаю Конечно Вот я сейчас дальше Как раз об этом скажу Соответственно У нас требований К лодкам Каким-либо нету Продолжение Продолжение Вот Значит Значит мы можем Выпустить любого желающего Самое главное Что Если у нас Мотор Мощностью Больше пяти Лошадиных сил Вам потребуется Документ На управление Моторной Лодкой Права Специальное право Специальное право В законе Которые нам нужны Для того Чтобы мы могли Управлять Моторной лодкой Соответственно Если у нас двигатель Менее пяти Лошадиных сил Права нам не нужны А ровно если пять Нужны Нужны То есть это уже предел Включая Включая Дальше Каждая лодка Должна быть Зарегистрирована И нести на своем борту Регистрационный знак Номер То есть все с требованием Конечно Соответственно С требованиями Закона Только так Вот Соответственно Здесь тоже есть нюанс Если у нас на лодке Двигатель пять лошадиных сил То нам нужны права Но регистрация не нужна Если у нас на лодке Мотор Мощностью больше Десяти лошадиных сил Нам нужна И регистрация И права То есть По серьезному Должно быть Соответственно Вот здесь Каждый новый участник Который хочет Только вот начать Там например Свой путь В спорте Либо В таких вот турнирах Он должен это учитывать И соответственно На всех турнирах Это проверяется Работники ГИМСа Есть всегда И везде Вот вот Кто проверяет То есть Всегда То есть Вас как организаторов Не представители Вроде бы как Закона Могут и Конечно Подальше отправить Вот Если будет Уполномоченный человек На таких Турнирах Везде И всегда Есть ГИМС И больше того Скажу вам Есть и на воде То есть Они точно так же Ходят и проверяют Там действует Обычное правило Если мы находимся В моторной лодке И мы Движемся По воде То Оба Члена команды Которые находятся В лодке Должны быть В жилетах В спасательных После того Как мы остановились И встали на якоре Эти жилеты Мы можем снять То есть Когда плавсредство У нас не движется Мы жилеты Можем снять Не надевать Там все хорошо Примем звонок Мы дозвонились Алло Добрый день Вы в эфире Как вас зовут? Алло Мы слушаем вас Здравствуйте Здрасте Как вас зовут? Дмитрий Дмитрий Так Знакомый голос Вы раньше участвовали Да уже Побеждали у нас? Да Участвовал Да Звонил Да Было дело Ну что Вот первую смс Мы с правильным ответом Именно от вас получили Поэтому подарочный сертификат От магазина Арсенал Будет обязательно Дмитрий Вам и достается Очень внимательно Потому что нам приходило Много смс Большинство неправильных Неправильных ответов Вот ваш был правильным Поэтому поздравляем вас Дмитрий Озвучите сами Пожалуйста Чтобы закрепилось В голове у наших слушателей Итак Щука Которая будет приниматься К взвешиванию Контрольному В рамках турнира Трофея Вятки Она От 50 сантиметров От 50 сантиметров Вот правильный ответ Молодцы Вы сами-то как В турнире Трофея Вятки Участвовали раньше? Нет Нет Но у вас есть Вот прекрасная возможность Сегодня В подробности Все узнать Ну и обязательно Участвовать в этом году Потому что мероприятие На самом деле Очень-очень интересное Дмитрий Как у вас С рыболовными успехами И с тягой к рыбалке Вы активный рыболов? Ну не очень активный Иногда 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 Может быть своим Трофеем Озвучите его параметры Самым таким Внушительным Которые вы Поймали за свою Карьеру рыболовную Ну вот Щуку На 2 килограмма Я вам Отправлял Фотографию Отправляли фотографию Да-да-да В наш фото В наш фото конкурс Щука на 2 килограмма Ну Для нашей области Скажем так Ну Нормальный середине Ну у Дмитрия еще все впереди Многое вернее Еще Еще многое Дмитрий пожалуйста Не кладите трубку Мы вас поздравляем С получением сертификата От магазина Арсенал На Комсомольской 8 Редактору вас Передаем Итак Турнир Трофеи Вятки 26, 27 и 28 июля Ой слушай Вы выбрали такие Даты Любопытные 26 лично у меня Годовщина свадьбы 28 день рождения Моего папы Вот Праздник да и только Поэтому нужно собрать Всех своих родственников И поехать К нам На турнир Там будет реально Отличное настроение Классная погода Я больше чем уверен Что нас порадует погода Так мы вернемся еще К требованиям Да 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 Мы конечно Не договорили Мы конечно скажем Вот Соответственно значит Все у нас Как я уже сказал Там все в рамках закона У нас обязательно Есть ГИМС Который сможет проверить То есть они могут Выборочно там подойти Да Сказать Будьте добры Пожалуйста Предъявите там Документы на управление Плавсредством Регистрационный номер Там Документы на двигатель Да И все оставшееся То есть двигатель Если у нас лодка зарегистрирована Точно так же должен проходить ТО Да Техническое обслуживание Соответственно Там точно так же ставятся Отметки об этом О том что он обслужен Безопасен И на нем можно ходить по воде Потому что Ну друзья Вода это такая Стихия Которая ошибок К сожалению не прощает Там Все серьезно Василий Предлагаю сразу же Раз уж мы заговорили О правах О законе Давай скажем Как вы поступаете С людьми От которых идет Явный запах С2H5OH Не допускаются Я думаю надо это подчеркнуть Здесь не допускаются Во первых К участию Это раз Во вторых Скажем так Любители бурно отметить На природе Нахождение Да вот такое И желающие участвовать Да или просто даже Покататься на лодке Имейте ввиду Что Если вас Сотрудник ГИМС Ловит на реке И проверяет у вас документы У него есть подозрение Что вы Скажем так Употребляли Да Он имеет точно Такое же право Как и Там Представитель ГИБДД Да Там Не знаю Там Трубочку вам Предоставить Там взять анализ И все И если выявится Что у вас В крови Там Превышает Определенную норму Какую-то Которая Возможно Есть Вы лишитесь Прав на лодку И всех прав Которые у вас Были на что-либо На автомобиль Да Все лишают Всего Именно об этом Буквозакон говорит Именно так жестко Всего Причем Это сейчас Распространяется На все Точно так же Например Для управления Снегоходом У человека Должны быть Права на трактор На трактор На трактор Или под категорию На трактор На трактор Тракторные права На управление Снегоходом Если вас на снегоходе Останавливают Вот Скажем так В состоянии Немножко под шофе Ну все Путь понятен Вы лишаетесь Прав на снегоход На автомобиль Если есть На лодку То есть Всех абсолютно прав Вы лишаетесь Не ну это конечно По решению суда делается Ну понятно Но тем не менее Это все Это все Работа Это все Это все делается И поэтому Мы просто обозначили путь Мы обозначили путь И мягко намекаем Что не стоит Омрачать Это такое мероприятие Как трофей Конечно Вот Поэтому вот такие требования У нас должны быть Обязательно Команда Как я уже сказал Состоит из двух человек Участвовать могут Участники Достигшие возраста Восемнадцати лет Мы приветствуем Участие Младшего Да там звена Скажем так Нашего Но только с родителями Соответственно Если команда состоит Там папа с сыном Да Без проблем Мы допускаем А сын при этом Может быть Несовершеннолетний Несовершеннолетний То есть там У нас были Когда участвовали Там и десятилетние дети То есть смысл такой Что он все равно Находится под присмотром Взрослого Взрослого Родителей Все Это во-первых Во-вторых У нас на сайте Сайт турнира Трофеевятки.ру Заходите Там есть куча фотографий О прошедшем турнире Есть фильмы Вся-вся-вся информация Там же выложена информация По технике безопасности Нахождения на воде Технике безопасности Нахождения вообще на природе Все это есть И при регистрации команда Каждый участник Ставит свою подпись Соответственно Внизу этого документа У нас указано О том Что мы как организаторы Полностью снимаем С себя ответственность И мы все взрослые люди И соответственно Участники ознакомлены Ознакомились с этими правилами Да И они там Поставив свою подпись Подтверждают Что они будут их соблюдать Так что господа Учтите Это На самом деле Все очень серьезно Потому что Такие турниры Они всегда проходят Под патронажем каким-то Да У нас там приезжают И сотрудники полиции Всегда дежурит скорая Всегда есть ГИМС Всегда есть Рыбнадзор То есть Это такое Ну серьезное мероприятие С этой точки зрения Она всегда должна быть Вот Ну это так вот Коснулись такого Дальше перейдем К тому что нас ждет На берегу Все участники Могут разместиться Есть два варианта Размещения Да Поговорим вот О бытовой составляющей Турнира Два варианта Размещения Вы можете забронировать Домик Номер На базе Пансионат Наследие Наследие да У вас на сайте Есть контакты Конечно Конечно Есть контакты Не лазить Там можно все перейти И все сделать Вот Либо второй вариант У нас всегда есть Кемпинговый лагерь Который Как правило Всегда более Такой Востребован Обширный Да Большинство людей Все таки Выезжая на природу Это очень здорово Хотят жить именно на природе В единении с природой В палатке В шатер На песочке Ну романтика Там костерок Вечером Ну все здорово А как вы определяете Сколько нужно разбить Вот этих палаток Шатров Мы на самом деле Вообще не ограничиваем Место Каждый участник Приезжает там Со своими палатками И он волен Выбрать место Для кемпинга сам себе То есть у нас нет такого Что вот здесь можно А дальше нигде нельзя Парковочное место Обозначено Где любимый автомобиль Парковочные места Мы с территории Пансионата базы Наследия Практически все машины Убираем То есть туда можно заехать Выгрузить свои вещи Вот после этого Выехать за шлагбаум Который там вот находится Там соответственно Машина ставится вдоль дороги И есть еще одно Парковочное такое место Куда можно поставить Свой автомобиль Там всегда дежурят Сотрудники полиции То есть с охранностью Проблем никогда не было Ну то есть там вообще Вопросов не возникает То есть там всегда Есть кому присмотреть За вашим автомобилем Удобство Туалет Вода Огонь Поэтому не переживайте Вот Дальше воду С собой ввести Я думаю что вообще Не стоит Потому что Я в каретом Какая вода Ну из рядки там Многие конечно Кипяченую Там вроде бы и пьют Но я скажу что Мы находимся Все таки Здесь у нас Под боком Есть цивилизация Да Есть вот эта вот База наше наследие Добрые наши друзья Соответственно Подойти туда И на кухню Там набрать воды Не составит труда Ну там для приготовления пищи Там всегда работает кафе Да В котором можно купить Там охлажденные напитки Водичку там Да Все без проблем Точно так же Там можно покушать Причем там готовят Неплохо Вот Можно заказать отдельно Например там Завтрак, обед и ужин То есть трехразовое питание Даже не проживая на базе То есть просто Заказать себе питание Живем в палатке Питаемся там Ну это уже Скажем так По желанию каждого Вот Инфраструктура Достаточно там Неплохая Все здорово Так что Ну Все найдут Плюсы какие-то там Кто-то готовит там Для себя сам Да А вот Кому-то удобнее Чтобы Все было Пока рыболовы охотятся Непосредственно За своим трофеем За трофеем Восемь часов в день Восемь часов в день С семи утра До Трех часов в день Вот Два дня Да Если успеем еще к этому Вернемся Вот пока они там охотятся Пока они на воде Что происходит на берегу Соответственно Для детей Каждый день Проходит у нас Рыболовный турнир Да Точно такой же Это вот те Кто приедут с детьми Все здорово Пожалуйста Мы регистрируем Мы выдаем им удочки Мы подсказываем Рассказываем Как что Где на что Мы здесь находимся Тоже помогаем Ну там Там это все Проходит весело А если маленький человек Ну вообще никак Вот он у него Не лежит у него У нас У нас в том году Выиграл Мальчик Который Вообще Первый раз в жизни Держал удочку Вот Приехал туда И там впервые Взял Первый раз держал В жизни В жизни удочку Вот Причем он там наловил И Пока там папа у них соревновался Вот они там с мамой вдвоем Я честно скажу Я так и не понял У кого было больше восторга У мамы или у ребенка Вот Визжали они Оба одинаково громко Да Когда вот Ловили эту рыбу Особенно когда она там Сходила у них Отпадывала Булькалась в воду Они там чуть не ныряли за ней Но это было на самом деле Весело Здорово И отрадно было то Что в этом году Они снова приехали И у этого парня Там уже там Своя удочка Ну то есть Тут он загорелся Ну все И выступает Наравне с более взрослыми участниками Поэтому Это на самом деле Очень классно Вот еще раз говорю Дети это наше будущее Их нужно вот к этому Приучать К рыбалке Что еще Кроме детской программы Это во-первых Во-вторых У нас Всегда Есть там Полевая кухня Да Там к нам приезжают Ребята наши Тоже товарищи Которые там готовят Шашлычки И там еще что-то То есть посидеть там Возможно У нас всегда играет музыка Да Кто хочет там потанцевать Ну все тоже без проблем Мы все-таки Стараемся там Именно позиционировать Как семейный праздник Там в том году У нас там приезжали И катали там На верблюдах Да Еще что-то У нас была экскурсия Можно было съездить На экскурсию На Водопады Которые находятся На немде Да На реке Вот Скалы И вот эти водопадики У нас там приезжают Ребята С нашими народными промыслами Да Во-первых Они ими торгуют Да Раскладывают Все свое богатство Есть лавка Вот Плюс Они проводят еще и мастер-классы Там можно Расписать Что-то там Вырезать Разрисовать Там еще что-то Ну такая штука Поэтому Скучно-то Не будет точно Ну раз уж Турнир-то Рыболовный А там Знакомство Не знаю С новинками Индустрии Соответствующие Возможность Что-то Прикупить Приобрести Нет Продажи Вы категорически против Продажи там нету На самом деле С новинками Мы знакомим Мы проводим В том году Вот например У нас там был семинар На котором мы Представили Новинки Экипировки То есть мы Рассказали о костюмах О новых костюмах Которые выходили Так как это уже Скажем так Ну все равно уже там Лето у нас заканчивается Мы представили Несколько демисезонных моделей Да там затронули Чуть-чуть зимние И показали те В которых там Будет комфортно летом Да Причем народ собрался Там посмотрел Все здорово Вот Плюс каждый вечер После того Как мы проводим Взвешивание А взвешивание На самом деле Это такой момент На который Собираются все болельщики Да там все Там все вот Привозят Живую крупную рыбу Очень зрелищно Оно проходит После взвешивания Мы даем Нашим участникам И всем там отдохнуть Немножко прийти в себя Там покушать Да все И каждый вечер У нас проходит дискотека Дискотека Вот Дискотека Озвучите репертуар Пожалуйста Что в вашем репертуаре Вот Плюс у нас Приезжают Опять же Наши там Друзья Какие-либо группы Там Ваня Глухов У нас выступал Попсбюро Да Попсбюро Вот они выступали Там очень даже неплохо В том году Еще там Одни товарищи У нас То есть Живая музыка У нас Есть в день открытия Салют То есть Рэперов туда принципиально Не будет Отношать Ну нет Я думаю Что мы Все-таки Наверное Ограничимся Вот такой живой Хорошей музыкой Лирической Плюс Это на самом деле Отличная атмосфера И все Рыболовы Я очень много Например Нахожусь Именно В базовом лагере В кемпинговом Хожу И все И там Реально Смотришь На водоеме Они там Злейшие враги Такие Ну в хорошем смысле Этого слова А вот здесь Вот вечером Ну что Сегодня На какой воблер Ловил И все Там коробки Давай Вот я ловил На этом То есть Новинки Расскажут все Общение И за этим Мы на самом деле Туда и едем И вот Я все-таки Хочу Чтобы там Все больше и больше Новых команд У нас появлялось И новичкам Нужно обязательно Туда ехать Потому что там Реально есть Чему научиться У нас остается Восемь Даже уже Чуть меньше минут Я хочу Наверное Перейти для многих К главному За что же борются Участники Таков призовой фон Но перед тем Как мы к этому Перейдем Я все-таки Хочу спросить По ассортименту Предлагаемых услуг Что делать Мужику Который отпрашивался На турнир Трофея Вяткин У жены Полгода Приехал И ничего К сожалению Не поймал Рыбу купить Можно Чтобы привезти Что-то Домой Ну я думаю Что здесь На самом деле Не то чтобы купить Рыбу Рыбу смогут Там отдать Мы в первый день Из всей рыбы Которая К сожалению Не выжила Да Я имею ввиду Не то что там Привезти Да Вот эти вот Там 10 килограмм Никому не нужны Ну хотя бы Какой-то вот экземпляр Ну Не спроста Ведь отпускало Я думаю Что это все возможно Да Вот Но тем не менее Вот в первый день Из всей рыбы Которая у нас Вот остается На берегу Которая там Не выжила К сожалению Наши там повара Которых приглашаем Для всех Варят Вкуснейшую уху А кстати Возможность сохранить То есть холодильная камера Конечно Все есть Вот Для всех желающих Варится уха Да Там огромный котел Все подходят На костре На костре Конечно То есть нормальная Поливая Настоящая уха Да Все там То есть Все это готовится Все желающие Могут покушать На самом деле Очень вкусно И классно Это Ну Такой уже Скажем Не знаю Там Атрибут Нашего Ну да Хорошая Добрая традиция 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 нашего Турнира Уже сколько лет Ну Всегда такая вот Общая уха Она бывает Итак Пять минут За что мы боремся За что мы боремся Турнир У нас В регионе Считается Самым крупным К нам Приезжают команды Со многих регионов Нашей необъятной страны Можно для примера Озвучить Нижний Новгород Москва Татарстан Сыктывкар Уфа Пермь Кто у нас еще был Ну Ну уже достаточно Я сейчас всех Не вспомню Но тем не менее Там достаточно много Большое внимание И с каждым годом Количество участников Растет У нас там Участвовало Порядка Там 80 команд В том году Да Ну то есть Достаточно много Соответственно Интерес у спонсоров Тоже есть Да Турнир Так как он считается Крупным Он ежегодный Нас поддерживают Крупнейшие Производители Рыболовных товаров Крупнейшие Производители Экипировки Вот Лодочных моторов И лодок И в том году К примеру Там за первое место У нас был Приз Это лодочный мотор Четырехтактный Это была Лодка Вот Это были сертификаты На приманки На покупку приманок Это были сертификаты На приобретение Ну вернее не на покупку А на то чтобы прийти и взять Ну да Ну забрать Взамен сертификата Взамен сертификата Да Соответственно Это были сертификаты На удилище Вот Это было Моторное масло Там для Лодочного мотора Лодочного мотора Вот Плюс это был Денежный сбор То есть Каждая команда Участник Сдает Вступительный взнос Который составляет 3000 рублей Вот Мы как организаторы К этим деньгам Абсолютно Никакого отношения Не имеем Как многие думают Да Вот Все эти деньги Собираются В призовой фонд И соответственно Пропорционально делятся Между первыми Пятью местами О Первых пять мест у вас Ну первых пять Конечно Первых пять Вот Первых пять мест И соответственно Среди них Это все делится И К примеру Там Ну можно Простую арифметику Там сложить Да 80 команд По 3000 рублей Да Вот И вот у нас Там в том году За первое место За первое место У нас ребята Получили там Порядка 70 тысяч Рубля Еще вот Денежками Ну такой еще Элемент азарта Ну призовой фонд Он неплохой Там за второе место Была тоже лодка За третье место Там тоже Плюс у нас были Костюмы Плюс у нас было Всякие-всякие Полезности Плюс у нас были Спиннинги Катушки Огромные наборы Приманок Сертификаты Всего-всего То есть в том году У нас призовой фонд Нашего турнира Составил порядка 800 тысяч рублей Ну хотелось бы сейчас Чтобы Василий Мамонов Пообещал И сказал Что в этом году Будет круче В этом году Еще будет лучше Я понимаю Что пока еще Предварительность В этом году Мы планируем На самом деле Призовой фонд Увеличить Работа уже Ведется В этом направлении Вот мы сейчас 28 февраля Уезжаем на выставку В Москву Где мы будем Проводить как раз Переговоры С потенциальными Спонсорами Это будет Чуть ли не Самая крупнейшая Выставка В России Это самая крупная Выставка Москва Вот Охота и рыбалка На Руси Она уже Если память не изменяет 45-я То есть 45 лет Она уже проходит Эта выставка На ВДНХ Поэтому Тоже у кого есть Возможности И время И желание Стоит съездить Потому что Весенняя выставка Она очень интересная Она самая большая И все производители Там показывают Какую-то кучу новинок Поэтому там Всегда интересно Вот с этими Производителями Будем вести Переговоры На То чтобы они Стали спонсорами На нашем турнире И на самом деле Производители Сейчас Откликаются на это Потому что Достаточно интересно Потому что Для кого они работают Ну да Естественно Здесь целевая аудитория Вот пожалуйста Собрались люди Вы их собрали В одном месте Вот Пожалуйста Предлагайте Информируйте Конечно Пару минут еще у нас есть Но чуть поменьше Финальное мероприятие В рамках Трофеи Господи Трофеи Вятки Закрывашка В чем заключается Торжественное расставание Это торжественное награждение То есть Мы это все проводим На сцене Каждая команда Вызывается Мы там Иногда задаем Какие-нибудь Каверзные вопросы То есть Иногда спрашиваем На какую приманку Вы поймали Ну то есть Такой Живой диалог И соответственно Это все заканчивается У нас Такой штукой Это вот Можно посмотреть На сайте Это итоговая фотография Всех участников На память Все это У нас Запечатлено Будет Соответственно С участниками Которые были Скажем так В этом году Удачливые Удача на рыбалке На самом деле Имеют немаловажное значение Которые выиграли Этот турнир Обязательно берем интервью И потом это интервью Выходит у нас В нашем фильме То есть Итоговый фильм Да Формируется Он там же На сайте вашем Есть Итоговый фильм Обязательно есть Его стоит посмотреть Там есть съемки Вот как раз Этих экшн-камер Участников Да Там есть моменты Вываживания рыбы Там есть какие-то Смешные моменты Красивейшие конечно Места Которые могут быть Но лучше там быть Конечно Так что вот Мы всех ждем С 26 по 28 июля На замечательном Живописном берегу Реки Вятка У пансионата Наследия На нашем рыболовном Турнире Ну мы Дальше будем Я думаю Что еще Несколько раз Мы там вернемся Безусловно Напомним Да у нас в программу Напоминаю Трофей рыбалка выходит Каждый четверг С 8 до 9 вечера И я думаю Что мы Чтобы встретить Во всеоружии Конечно Этот турнир Мы еще поговорим Будем к нему возвращаться Безусловно На сегодня Наш разговор закончен Всем удачного Легкого вечера Хорошего отдыха Василий Мамонов Эксперт компании Арсенал На Комсомольской 8 До встречи Через неделю Да До встречи Друзья В это же время Видеоверсию Ловите завтра На сайте Эхокирова.ру И на нашем Ютуб канале Всего доброго До свидания Генеральный партнер программы Компания Движение Нефтепродукт Трофей Рыбалка